ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, Надюша, твоя подруга не одна такая. Ко мне обратилась наша зрительница Юлия с такой же самой проблемой. Давай посмотрим ее видеообращение, которое она записала для нас. Дюш, камера готова? Дорогая Анита, наслышаны, что вы творите с помощью физических упражнений, чудеса с фигурами, корректируете. Возникла проблема с проблемной голенью. Извините за такое масло масляное. В общем, Дюш, покажи мою голень, пожалуйста. И вот, что получается при примерке сапога. Когда одеваешь сапог, все нормально, все хорошо. Дальше без усилий сапог застегивается исключительно до начала голени. Дюш, смотри, давай покажем. Вот, смотрите, объем ноги сейчас, вот, 42 сантиметра. Аниточка, если есть возможность путем физических упражнений подкорректировать эту ситуацию, я вам буду очень благодарна за эти упражнения. Спасибо. А сапожки-то хорошенькие. Очень даже. Действительно хочется надеть. Я предложила ей комплекс упражнений, направленный на уменьшение голени. Она делала это каждый день на протяжении трех недель. И тратила не более 15 минут в день. Ей удалось надеть любимые сапожки? Об этом мы узнаем немножечко позже. Скажи, есть ли противопоказания у этого комплекса? Не стоит приступать к упражнениям, если у вас заболевания позвоночника, суставные болезни, травмы опорно-двигательного аппарата, заболевания сердца и сосудов, гипертония, варикоз или высокая температура. Первое упражнение мы будем имитировать, как будто бы мы прыгаем на скакалке. Причем на скакалке нам нужно прыгать не мало, а желательно много. Вы можете взять и обычную скакалку, но можно делать это и без нее. Мы как будто бы берем ручки от скакалки, прижимаем локоточки по-правильному и будем вращать руками. Что мы делаем на скакалке? Прыгаем! Попрыгали? Давай. Смотри, сразу видно, что мы с тобой по-разному прыгаем на скакалке. Почему? Ты подлетаешь высоко, а я экономненько. Я думала, надо честно заниматься, прикладывая усилия, чтобы был результат. В этом упражнении мы стараемся не высоко подпрыгивать, а просто равномерненько все время немножечко отрывать пяточки от пола. Носочки буквально на 2 миллиметрика подлетают над полом. Все это время мы не считаем количество прыжков. Мы просто-напросто засекаем 3 минутки. В течение трех минуток мы продолжаем интенсивно прыгать. Останавливайся. Хух! Надюша очень правильно только что сделала. Из прыжков она не резко остановилась, она продолжила ходить. Поэтому как только вы закончили прыжки, сделайте буквально один-второй кружочек по квартире. Заодно и отдышимся. Это была такая хорошая кардионагрузка. Вы можете начать выполнять это упражнение с трех минут. На следующий день вы можете добавить 4 минуты и по итогу довести до 5 минут. Здесь очень приятный бонус. Помимо того, что похудеют икры, 100% похудеет еще и все остальное. Да, у нас как-то была замечательная тренировка с Анитой, где она назвала скакалку самым лучшим и самым недорогим тренажером. Вы можете зайти на наш сайт, раздел видео и посмотреть. Это действительно эффективный комплекс для того, чтобы избавиться от лишних килограммов. Что дальше? Следующее наше упражнение – это классические подъемы на носочки. Но их мы будем делать с разной постановкой стоп. Мы разворачиваем носочки в стороны и поднимаемся максимально высоко и опускаемся вниз. Поднимаемся высоко и опускаемся вниз. Сверху важно зафиксироваться буквально на секундочку и опустились. На секундочку и опустились. Что здесь важно? Мы делаем это упражнение по 20 повторений. Не по 10, не по 5, а 20 повторений. Если вы будете делать маленькое количество повторений, например, 5-10, то ваши икры будут увеличиваться в размере. Если вы будете продолжать делать интенсивно, достаточно тяжело, икры будут жечь, печь, но вы будете не останавливаться, а продолжать, то ваши икры начнут потихонечку таять. Причем мы повторяем так 20 раз с такой постановкой ног. Сразу после этого переставляем стопы параллельно. И 20 раз сразу же поднимаемся с паузой сверху на секунду. И затем разворачиваем носочки вовнутрь, соединяем большие пальчики друг с другом. И поднимаемся на носочки. Оп. Есть. Вот мне почему-то сложнее всего делать вот так, с таким разворачем. Это означает, что у тебя мышцы с одной стороны развиты меньше, чем с другой. Икроножная мышца состоит не из одной мышцы, и мы стараемся проработать все-все-все части. Печет. Совершенно верно, так и должно быть. Итак, мы выполнили каждый из видов подъемов по 20 раз. Следующее наше упражнение достаточно сложное. Мы будем подниматься на одной ноге. Мы цепляемся одной ножкой за другую, руки ставим на пояс. Это мы с Надей опытные спортсмены. Те, кому сделать достаточно тяжело, могут взяться за стульчик или придержаться за обычную стену. Пробуем. Поднимаемся раз и вниз. Что в этом упражнении хорошо? Когда мы не держимся за стену или за стул, то у нас хорошо работает внутренняя поверхность бедра, которая отвечает за равновесие и укрепляется пресс. Тоже 20 раз? Делаем таких 20 повторений на одну ногу и 20 повторений на другую ногу. Хотите спасти свои икры и свои сапоги? Мучайтесь. Прямо все печет. Вот обязательное ощущение – это ощущение жжения. Если вы его не достигли, значит, что-то вы сделали не так и где-то смахлевали. Хорошо, идем дальше. И следующие два наших упражнения – это уже приятные растяжки. Ура! Ура! Хорошо, мы выставляем правую ногу широко вперед. Нога, которая оказалась у нас сзади, остается на носочке. Из этого положения мы пытаемся левую пяточку поставить на пол. Она сразу не поставится, потому что икроножная мышца сейчас у нас сокращенная, а нам необходимо их хорошо-хорошо растянуть. Надюша, пытаемся поставить пяточку на пол. При этом стараемся не заворачивать пятку ни в одну, ни в другую сторону, а действовать строго на запад. Надюша, вот ты завернула пятку вовнутрь. Да. Нам нужно чуть-чуть вот сюда, и тогда хорошо-хорошо ощущаешь, как пяточка опускается вниз. Задержаться в этом положении необходимо буквально на 30 секунд, и затем меняем ногу. То же самое проделываем с другой ногой. Пятку не заворачиваем вовнутрь, тянемся точно назад. Нога идет за носочек. Мокрая уже становлюсь я. Да, я уже давно. Растягиваемся без покачивания и рывков. Нам нужно просто задержаться и медленно расслабляя мышцу, ощущать, как пятка все время опускается вниз. Не пренебрегайте этим упражнением. И наше последнее упражнение. Здесь мы фактически тоже растягиваем мышцы, но в интересном положении. Ты в интересном положении? Надя, уже давно. Мы начинаем на четвереньках, затем приподнимаем поп повыше, становимся вот в такой треугольничек. И начинаем из этого положения тянуться то одной, то другой пяточкой вниз, при этом другую ногу сгибаем. Очень хорошее ощущение в икроножных мышцах, и вы действительно чувствуете, как мышцы растягиваются и становятся тоньше. Подходим руками к ногам. И хорошо раскручиваемся. Хух! После этого комплекса у вас может быть крепатура, а может и не быть. Это зависит только от ваших мышц. Что, каждый день нужно делать упражнения? Если вы хотите максимально быстро достигнуть результат, то каждый день выполняйте этот комплекс упражнений, и через две недели вы похудеете на 2-3 сантиметра в голени, и легко сможете застегнуть свои сапоги. Прежде чем вы это проделаете, вы можете еще и замерить голень сантиметром, и затем проделывать то же самое в конце недельки, для того, чтобы точно знать, что голень уменьшается. Но в случае Юли нет ничего проще, чем измерить результат с помощью сапог. Совершенно верно. Смогла ли Юлечка застегнуть любимые сапожки благодаря упражнениям, которые три недели назад показала ей Анита? Та-да-да-да-да-дам! Пускай она сама расскажет. У нее есть видеосообщение для нас. Анита, здравствуйте. Занималась по комплексу ваших упражнений. Занималась в течение двух недель. Комплекс упражнений замечательный, легкий, выполнимый, я думаю, каждым. Совмещала выполнение упражнений с выгулом собаки на улице, поэтому с пользой для здоровья и с хорошим результатом для ноги. Потому что объем ноги уменьшился, и сапог застегивается значительно легче. Так, делаем раз. И делаем два. Вот так. Застегивается легко теперь. Так, и току мы имеем 39 сантиметров. Идешь зафиксируем. То есть объем уменьшился на 3 сантиметра. Что, по-моему, очень замечательно. Спасибо вам большое, Анита. Ура! Получилось! Ну, Анита, ты не сомневалась. Ну, естественно, если ты трудишься, то ты получаешь тот результат, который хочешь. Мы с вами попробовали сегодня сделать эти упражнения и поняли, что все не очень-то легко, но зато достаточно эффективно. Будем регулярно тренироваться. А если вот, в принципе, меня устраивает объем игр, ну, для профилактики можно делать эти упражнения? Тогда иди качай пресс. Ни в коем случае не пропускайте тренировок, и будет вам счастье. Спасибо тебе огромное, Анита. И будут вам сапоги. Привет, Ютуб! Хочешь отличную фигуру? Тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!